Наша выкса на 102.1 FM Предназначена для слушателей старших 16 лет Жизнь замечательных людей Дмитрием Чесновым Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Жизнь замечательных людей» В студии постоянно ведущий. Я Дмитрий Чеснов. Мы давненько не слышались в эфире. Так уж получилось, что в рамках других передач я выходил в прямой эфир. Но теперь наступило такое время, когда можно возобновить нашу программу, потому что есть сегодняшний гость, который как раз подходит под категорию данной темы. Итак, сегодня у меня в гостях поэт, наш местный выксунский поэт, да и не только поэт, но и писатель Алексей Комзиков. Здравствуй! Здравствуйте! Я напомню, мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 3080.0. Поэтому, если есть вопросы к моему сегодняшнему гостю, не стесняйтесь, звоните, задавайте или просто присоединяйтесь к нашему сегодняшнему разговору. Но я думаю, мы не будем тратить время. Сразу начнем. И, наверное, классический, стандартный вопрос первый. Расскажи себе биографию. Как получилось, что это занято творчеством? Ну, в общем, я родился в городе Кулебаки. Творчеством я занимаюсь сравнительно недавно. То есть где-то около трех лет. Хотя первые пробы пера были еще в школе. Ну, что могу еще о себе рассказать? Работаю я сейчас в типографии. Юрий с консультом. Вот. Работаю где-то уже порядка трех лет тоже. Вместе со мной работают Симонов Виктор Федорович, Елена Антонова. Они сейчас тоже слушают данный эфир. Я им передаю огромный привет. Работа мне очень нравится. Что касается, так сказать, эмоциональной разрядки, то в качестве нее я занимаюсь творчеством. Я пишу стихи, пишу прозу. И это мне помогает неким образом расслабляться, помогает как бы свои мысли, свои чувства не просто выплеснуть на бумагу, но я и думаю, что и другим людям показать то, что я чувствую, то, что я думаю. То есть как бы раскрыть свой собственный мир и показать, что мне нравится, что мне не нравится. То есть я как бы самовыражаюсь при помощи своего творчества. Еще я хочу передать сразу привет отличной выксенской художнице Екатерины Туляковой, которая, кстати, недавно вышла замуж. Ее я знаю где-то порядка двух лет. Она, кстати, нарисовала несколько картинок к моей книге «Человек-самолет». Ну, эту книгу мы обсудим чуть позже, но, тем не менее, это очень замечательный человек и очень талантливый художник. Еще, конечно же, я бы хотел немножко сказать несколько слов о Алене Баикиной. Это человек, мой творческий руководитель, создатель творческого объединения слова, который объединяет всех выксенских прозаиков и поэтов. Она является моим наставником и сам по себе очень хороший, замечательный человек, который всегда подскажет, что и как нужно делать и где что нужно исправлять. Вот. Еще, конечно же, хотелось передать привет Пантелееву Анатолию Сергеевичу. Это первый человек, который оценил мое творчество, который сказал, что у меня есть талант, что у меня есть какие-то способности и то, что их нужно развивать. Ну и, конечно же, хотелось передать привет своим друзьям детства. Это Константину Кулакову, Евгению Кузьмину, Андрею Камбарову и начинающей поэтессе, которая тоже, я думаю, в конечном итоге придет к своему дебюту, может, на радиостанции, может быть, даже на телевидении. Это Анастасия Грязнова. Сейчас она учится в Нижнем Новгороде, в Сельхозакадемии, вот. Но я думаю, по интернету она сейчас нас слушает. Ну, в общем, что касательно моего творчества, то начинал я, как правило, с таких романтических, достаточно простеньких, но в свое время красивых произведений. Вот, я, конечно... Но если брать, подожди немножко, если брать вот как раз с начала самого, если брать первые стихи, ты сказал, что это в школьный период, да? Да. Какие-то школьные периоды. Вот с чем это было связано? Это было связано с какой-то там девочкой, которая понравилась? Или это было связано с какими-то событиями, которые в жизни произошли? Ну, это было связано с тем, что мне действительно нравилась одна девушка. Я с помощью стихов пытался завоевать ее сердце, но, к сожалению, это не получилось. Но, тем не менее, вот начало было положено. Хотя некоторые разочарования, можно сказать, притормозил мою творческую деятельность. Но потом уже, в дальнейшем, когда я стал работать, когда уже закончил университет Лубачевского, ну вот, я, к слову, скажу, что я заканчивал здесь в Иксе университет имени Лубачевского по специальности юриспруденция, работаю я тоже по специальности, как я уже говорил ранее. Вот. И когда я начал работать, у меня появилось много свободного времени. Наконец-то не надо ни к диплом готовиться, ни к экзаменам. И начал вот самовыражаться при помощи творчества. Ну, а если вот на вскидку помнишь, что стихотворение, которое посвятил той девочке первый раз в классе, сможешь вспомнить? Ну, сейчас, к сожалению, я не могу вспомнить. Записи уже потеряны. Вот. Но стихотворение получилось достаточно красивым, хотя достаточно примитивным. Ну, действительно, это школьный период все-таки. Но если брать именно первое серьезное стихотворение, с которого началась, ну, скажем так, более-менее серьезная такая уже работа над стихами, чем оно было посвящено и истории его возникновения? Самое первое стихотворение, оно написано было как песня, но я вот много раз его читаю как стихи, и в этом эфире я его тоже зачитаю. Это «Русская сталь». Посвящена она русским столеварам, всем вообще русским столеварам, в том числе и выксенским столеварам, которые работают на благо нашей Родины и укрепляют оборону нашей страны, потому что благодаря рабочим, благодаря тем, кто работает не только в Мартыновском цехе, но и в том же самом, допустим, заводе корпусов, они очень много делают для нашей Родины, и я считаю, что таким людям надо посвящать песни, надо посвящать стихи и подчеркивать то, что рабочая профессия, она до сих пор престижна, и таких людей тоже надо уважать. Я думаю, они нас слушают сейчас, в том числе с другими слушателями, так что можно зачитать эту песню в рамках стихов. Ну, конечно. В общем, она начинается так. В средние века в Древней Руси нападали на нас крестоносцы-палачи, но наши кузнецы стояли у печи, и в русскую армию шли острые мечи. Сталь, русская сталь, защищает простора вдаль, русскую даль, защитит ее русская сталь. Александр Невский немцев разбил, а Иван Третий монгол победил. И кто бы на нашу страну не напал, всегда нас спасал русский металл. Сталь, русская сталь, защищает простора вдаль, русскую даль, защитит ее русская сталь. А дальше шведы, французы пришли, кровь и насилие нам принесли. Но этим зверям обломали клыки, на помощь пришли нам русские штыки. Сталь, русская сталь, защищает простора вдаль, русскую даль, защитит ее русская сталь. В 20 веке напал на нас фашизм, а после пришел мировой терроризм. Травили нас янки и их вина, что началась холодная война. Но наша армия, техника сильна, пока варит сталь, наша страна. Ну, такое патриотическое стихотворение. Да. Я напомню, телефон прямого эфира 3080. Звоните, мы работаем в прямом эфире. Задавайте вопросы и присоединяйтесь к нашему разговору. И еще раз напомню, мне сегодня в гостях поэт, местный поэт Алексей Комзиков. Мы продолжаем. И вот это, скажем так, первая песня, да, написанная более-менее серьезно. А если взять именно первое стихотворение конкретно, вот, что это было за стихотворение, чему оно было посвящено, и, естественно, как получилось, что вот захотелось создать такое произведение. Ну, в общем, стихотворение, оно как раз напечатано в одном из мальскурских альманахов. Называется «Зайка, я люблю тебя». Посвящено тоже было одной девушке, и сейчас я его зачитаю. Твои очи дарят свет, И души моей рассвет, Обнимая лишь тебя, Словно нежное дитя. Я к губам твоим прижмусь, Нежно-нежно прикоснусь. В романтичной тишине Мы с тобой наедине. В целом мире лишь одна Ты свела меня с ума, И во сне лишь образ твой Он зовет к тебе, родной. И улыбка, звонкий смех Для меня дороже всех. И во сне, и наяву В твои очи я смотрю И губами прошепчу Зайка, я тебя люблю. Вот такое романтическое стихотворение. Вот пару слов об этом альманахе. Что это за альманах? Как получилось, что ты принял в нем участие? Ну, в общем, получилось так, что мне некоторые друзья советовали создать свою группу ВКонтакте, в которую бы я выкладывал свои стихотворения. Раньше я выкладывал у себя на странице, создал группу. И в эту группу в определенный момент времени зашла одна участница как раз вот этой вот социальной сети, вот, к сожалению, фамилии я не помню, и выложил такую небольшую рекламку на стене группы, в котором было написано «Кто хочет, может опубликоваться в альманахе живой голос» по всем вопросам и ссылку. Вот. Я зашел на эту ссылку для интереса. Сначала, честно признаюсь, я не доверял. Я думал, что, может быть, мало ли там какие мошенники человека, я не знаю, и тут сразу вот как бы сам навязывается. Но, тем не менее, пообщавшись в соцсети с этим человеком, я выяснил, что она действительно московский журналист, что у нее действительно есть свой собственный сайт, на котором она принимает заказы на данный альманах. И я решил, так сказать, испытать судьбу и попробовать. Тем более, что, чтобы напечататься в альманахе, всего лишь требовалось 300 рублей, то есть сумма не такая большая, поэтому я решил рискнуть. В общем, оплатил я по квитанции, которую она прислала через интернет, через Сбербанк России, и потом, если я не ошибаюсь, через три месяца мне по почте был прислан вот этот альманах. Даже вот целых два экземпляра. Один вот сейчас лежит на столе. Это такие авторские экземпляры, называются. В любом случае, нужно было прислать. Да, да. Хорошо, что не обманули в какой-то веке в интернете. Но, собственно, это и подает какую-то надежду, что у нас все-таки в России есть еще альманахи, которые выпускаются действительно для того, чтобы не просто собрать деньги и исчезнуть, для того, чтобы все-таки прислать и опубликовать. Но я думаю, еще какое-нибудь стихотворение можно почитать. Да, конечно. Стихотворение в последнее время тебе наиболее понравилось, скажем так. Наиболее удачным, как ты считаешь, получилось. Ну, наиболее удачное, я считаю, получилось стихотворение «Земля». Оно тоже патриотическое. Вот. И говорит о том, что надо в любом случае, в любой ситуации любить и уважать свою собственную землю. Вот. Ну, давайте как раз предлагаю его и послушать. Еще раз напомню, телефон прямой эфиры 3080. Поэтому звоните, спрашивайте, если есть какие-то у друзей, например, которые слушают заказы на стихотворение, тоже, пожалуйста, звоните, заказывайте. Я думаю, Алексей не откажется прочитать их. Ну, конечно. Ну, в общем, слушайте. Стихотворение «Земля». Мы любим сильно землю, как родную мать, И молимся за нее перед Господом Богом, И на защиту земли Всегда пойдем воевать, Она кормилица наша Благодать и свобода, Земля нам силу дала И храбрость побеждать, На ней все выросли дети нашего рода, И падшим будет тот, Кто землю смог предать, Вся наша сила в ней И дух всего народа. Это то, которое считается Наиболее удачным, да, Я так понимаю? Да, наиболее удачным. А последнее, которое есть? Самый-самый последний, Как говорится, Сознанчок такой. Последний. А, ну, есть. Только не знаю, Можно ли это в радиоэфире Зачитать. Называется «Голос сердца». В общем, Это стихотворение Достаточно эмоциональное, И оно пропагандирует Здоровый образ жизни. Потому что, К сожалению, Ну, не буду скрывать, Молодые люди часто Балуются алкогольными, наркотиками, Вот. Я категорически против этого, Поэтому вот такой вот Своеобразный крик души, Который вот я выложил в стихах. Ну, а почему бы нет, Учитывая, что у нас И программы там Округ территория без наркотиков Проходит, И проще антинаркотические мероприятия, Думаю, Да, будет очень не лишним. Да, ну, хорошо. Называется «Голос сердца». Кругом одна лишь похоть, Наркотики разврат, И манит золотой телец, И дьявол очень рад, Неправильные ценности Внушает еще с детства. Но ты будь человеком И слушай «Голос сердца». Пускай по телевизору Везде идет обман, Пускай у подворотни Наркотический дурман, Дворовые друзья спились, Им никуда не деться. Но ты не пей, Будь выше их И слушай «Голос сердца». Пускай ты одинок сейчас, Тебя не понимают, Но оглянись, Смотри вокруг, Как люди умирают. Для их могил на кладбище Не остается места, Но ты не пей, И будь здоров, И слушай «Голос сердца». Вот такой призыв. Да. Своеобразный К общественности, Наверное, Клик-палладежи. Да, еще бы хотел Парсов как раз Добавить по теме. Просто, знаете, Вот лично я считаю, Что в основном Люди начинают Вовлекаться Вот вредными привычками Из-за того, Что, к сожалению, Не всегда имеют Своё собственное мнение. Поэтому Нужно с детства Себя воспитывать. Ну, конечно, Родители должны Прилагать к этому Огромные усилия, Чтобы человек Умел свои собственные мнения, Чтобы он умел Отстаивать Своё собственное мнение, Чтобы он мог сказать «Я не хочу пить, Значит, я не хочу». Чтобы не было такого «Да чё ты как Лох там, Как ты дурак, Давай с нами По рюмочке и так далее». Потому что с этого Всё начинается. Если человек Себя поставил, Я не пью. Вот как, например, На моём примере. Я поставил, я не пью. Я иногда хожу Бывать на дискотеке. Я всегда за рулём. За рулём, кстати, Тоже никогда нельзя пить, Потому что аварий В основном за этого. Я как себя поставил, Я не пью. Ко мне уже сейчас Никто не подходит, Никто не придирается. Хотя, конечно, Изначально Всячески подколоть, Там подсмеяться хотели, Но, тем не менее, Нужно просто иметь Своё мнение. Если человек Себя поставит, Я не буду пить, Я не буду употреблять Наркотики. То, что мне здорово, Я хочу быть здоровым, Я хочу, чтобы у меня Были здоровые дети, Здоровая семья. Значит, у неё всё Обязательно получится. Но вот это вот Твоё, скажем, Такое лечение Здоровым образом жизни, Это именно Следствие того, Что такое воспитание В семье, Или это твой Такой осознанный Взрослый выбор был? Ну, вообще, Я ещё хочу добавить И к своей биографии то, Что я вырос без отца, И то, что у меня мама инвалид, Поэтому мне приходится В жизни добиваться Всё самому, То есть всё самому делать, И поэтому, конечно, Это определённое испытание, Но я ни в коем случае Не осуждаю ни Бога, Ни судьбу, Ни кого-то. Я считаю, что Человек должен проходить Испытание, Должен проходить с достоинством, И то, что вот сказать, Ой, у меня вот не получается, Ой, я сейчас вот пойду напьюсь И так далее, Я считаю, что этого не стоит. Нужно стараться, стремиться, Потому что я знаю, Что от моих действий зависит Не только будущее меня, Но и будущее моей мамы, Потому что она зависит от того, Какой образ жизни буду я вести, Буду ли я ей помогать, И так далее. Вот, поэтому нужно бороться, Нужно стремиться. Я считаю, чтобы чего-то добиться, Чтобы даже вот научиться Вырабатывать характер, Здесь помогает занятие спортом. Вот, я какое-то время Увлекался рукопашным боем, Сейчас, к сожалению, Работа просто завалена, Но тем не менее, Я хоть и не хожу на секцию, Но каждый день, Вот уже как в привычках сложилось, Я делаю зарядку. Например, сегодня я тоже делаю зарядку, То есть это мне нравится. Я вот утром делаю обычную, Как бы гимнастику, разминку, Вечером я джимаюсь. Вот, я считаю, Что любой нормальный мужчина Должен тоже делать зарядку утром, Вот, а не просыпаться с похмелью, Уж извини за павлость. Алексей Комзиков в эфире Радиостанции «Серебрый дождь» В рамках программы «Жизнь замечательных людей». Телефон прямого эфира 3080-0, Поэтому можете позвонить, Можете присоединиться К нашему разговору. И мы вот как-то так вот Обсудили пласт песен и стихов, Но немножко отошли От пласта прозы. Вот, и думаю, Пришло время как-то И рассказать пару слов о том, Как получилось то, Что вот стало, наверное, Не хватать рамков стихов И песен, И потянуло как-то Что-то прозаическое, скажем. И на что именно Конкретно потянуло, конечно же. Ну, в общем, Одна из моих первых прос Это была такая вот «Первая любовь» называется. Я вот описал, по сути дела, Себя вот как подростка, Каким я был стесительным, Волнительным, Как тяжело было к девушке подойти. Вот. Просу мне попросила Моя мама написать. То есть говорит, Попробуй, попробуй. Ты вот только стихами увлекся, Попробуй что-нибудь другое. Ну, я попробовал, Вроде стало получаться, Не знаю, Показал Алене Баикиной. Вот. Она сказала, Ну, пробуй еще, У тебя что-то есть. Вот. Это вот такая вот Первая у меня была. На сайте, кстати, Прос.ру, Если вы забьете В поисковой строке Алексея Комзиков, Там эта проза есть, Можете почитать ее. Вот. И прокомментировать, Если у вас есть какие-то вопросы, Нюансы к ней. Ну, вообще, У меня несколько Прос уже Даже написана Книга, Сейчас, правда, Вышла ограниченным тиражом. Здесь я Написал ее В стиле научной фантастики. То есть, Представил некоторые Свои вот Мнения, Свои мысли О том, Как будет развиваться Военная авиация будущего. Это человек-самолет, да? Да, человек-самолет. Сейчас Алексей принес ее в студию, Вот мы рассматриваем ее. Ну, То есть, Это жанр научной фантастики. Да, Как раз именно к этой книге Вот Екатерина Каштана, Вот сейчас Екатерина Тулякова, Которой я передавал привет, Она и писала. Мы и познакомились В художественной школе Вот с ней. Она Предложила Свои услуги По поводу Написания Иллюстрации. Да, К этой книге И я согласился, Потому что я искал, На самом деле, Тоже иллюстратора, Потому что я обязательно посчитал, Что обложка Должна быть иллюстрирована, Потом еще в самой книге Должны быть определенные иллюстрации, Чтобы было более наглядно, Более интересно читателям. Вот, И получилось, Я считаю, Довольно-то неплохо. Зачем обусловлен выбор, Выбор, точнее, Именно вот этого жанра Научной фантастики? Потому что, Ну, скажем прямо, Довольно мало у нас пишутся фантастики, И обычно люди выбирают Какие-то либо там Серьезные произведения какие-то, Либо короткие рассказы, Но тоже отвлеченные какие-то. Ну, в общем, Что я выбрал, Почему? Вообще, Как бы у меня С детства Такое вот есть увлечение Техникой, В том числе и военной техникой. Я в детстве Любил смотреть передачи Ударной силы, Передачу крылья, Поэтому мне вот Интересно было, Я несколько раз ездил На авиасалон Макс, Ну, еще, К слову скажу, Я еще автомобилями увлекаюсь, Я вот в августе месяце Ездил на международный Московский автосалон, То есть смотрел Новинки автомобилей. Вот, поэтому у меня Как-то раз вот Создалась такая вот Идея в голове, А что если вот Придумать, Какой вот свой самолет Будущего, И приблизительно, А что он сможет, А каково будут там вот Роли военной техники В будущем. То есть, По сути дела, Я начал фантазировать, Фантазировать, И так постепенно Вот у меня пришла идея Написать об этом книгу. Ну, это было бы условлено, Например, Какими-то увлечениями Литературными. То есть, Есть же много там Интересных, Действительно, Замечательных фантастов. Там Рэй Брэдбери, Да, там Стивен Кинк, У всех у них, В принципе, Есть такие произведения Про будущее. Как-то вот Это оказало влияние? Да, оказало. Я как раз тогда Начал читать Произведения Вот, Некоторых фантастов, В том числе и русских. И мне вот Особенно Понравилось то, Что, Ну, Пишется про многие там Звездолеты, Еще про счет. Ну, Космическую тематику Я не стал выбирать, Поскольку мне вот Кажется, Что она достаточно Избита. Уже много и фильмов По ней сняты, И книг, И вот, А вот именно Про технику будущего, Не просто там вот Про какие-то там, Допустим, Демократические движения И так далее, Как вот в американских Фильмах показывают, К чему приведет там Всякие развития, Революция. А ну-то давайте Битву за демократию. Это стандартный лозунг. Да, А мне хотелось Вот именно показать Научный прогресс, Что такое научный прогресс, Что такие ученые, И что они действительно Могут создать. Поэтому в этой книге Я описал Такое вот сейчас, Вот, Правда, Пока этого не создано, Но, Тем не менее, Я думаю, Это будет создано. Это гибкое крыло, Так называемое, Когда у самолета Крыло приобретать Любую форму, Любую длину, И тем самым Можно обойтись Без традиционной Механизации, Там, Закрылок, Предкрылок, Леронов и так далее. То есть я смотрю Много тоже документальных Фильм, В том числе и американских, Приведенных на русский язык В каналу Нэшного географика. И мне вот Понравилось То, что там описывается. Я как бы Свою некоторую идею, Свою фантазию Тоже решил вот Изложить в этой книге. Ну что ж, Мы прервемся, После этого продолжим Наш разговор. Вы слушаете Рубрику Вечеснова Жизнь Замечательных Людей. Вы слушаете Радиоканал Радио ВИКС Свидетельство Регистрации Эль номер Ту-52-06-88 Выдано управлением Роскомнадзора По Нижегородской области 29 мая 2012 года. Предназначено Для слушателей Старших 16 лет. Реклама Вы тоже звездочки В рекламе не замечаете? А может вы Условия важные пропускаете? А вдруг вы должны Бананы носить за ушами? А вдруг вы должны Щекотать Прохожих ногами? Или дам Называть господами? А вдруг вы должны Платить больше, Чем пишут в рекламе? В общем, Неважная выходит Экономия, Когда за звездочкой Скрыты условия. Теле-2 Никаких звездочек И скрытых условий Одна копейка за секунду На все номера Нижегородской области Тариф оранжевый Теле-2 Честно, дешевле С орешками и карамелью И отдельно для каждого Сеть магазинов Сластена Когда душа В шоколаде Ты знаешь, сколько мне летом, И я за это плачу А если нужно сказать, то я скажу не смолчу Ты не изменишь меня Не прикрывайся ничем, когда ты спишь не со мной И делай пасы другим, но у меня за спиной Ты не обидишь меня Годы, реки, люди, пароходы За тобой Сердце в небо стану смелой За тобой Жалей других для меня, побереги свою злость Не можешь так уходи, искалась, но не звалась Я не забуду тебя Годы, реки, люди, пароходы За тобой Сердце в небо стану смелой За тобой Услышу пляс в калышах, увижу чьи-то следы Не дотяну до воды Не дотяну до воды Годы, реки, люди, пароходы За тобой За тобой Сердце в небо стану смелой За тобой О, 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 о О, о Годы Годы Реки Люди Годы Годы Это жизнь замечательных людей Скажем так Варианты Это повести или это больше Рассказы И по тематике В какую большую сторону склоняются Именно прозаические произведения Твои Ну, в общем, тематика Совершенно различная Тем более У меня есть От миниатюры До повести Рассказов То есть у меня Различные По написанию По жанрам И что самое интересное Наверное Одно из самых Такой Красивых Моих Миниатюр Это называется Кабриолет Под звездным небом Вот, я признаюсь честно У меня вот На протяжении двух лет К сожалению Я его уже продал Был кабриолет Хоть старенький Такой Мерседес Может быть в городе Замечали Особенно в мае В июне этого года Когда ездил Такой беленький Мерседес С открытым верхом Вот, это был мой И Наслаждаясь Звездным небом Я вот написал Такую вот миниатюру Так сказать Свои впечатления То есть свое вдохновение На меня нашел огромное И написал миниатюру Я считаю Что это одно из Самых моих Действительно красивых Произведений Очень многие Его оценили В том числе И Алена Баикина оценила Вот И в интернете Я получил очень много Хороших отзывов Именно об этом Потому что иногда Читателю важно Просто От обыденности Отойти от суеты И просто почитать Что-то красивое Потому что когда Читатели читают Что-то красивое Они как бы Себя тоже Воспринимают эту обстановку И это же вдохновение На них находит И поэтому Наверное Особенно девушки Женщины любят читать Любовные романы Потому что они Представляют себя В этом романе На месте героини Да Ну вот Мы как-то Опять же Немножко забыли О поездке на Волгу Да То есть это литературная Поездка была Вот расскажи О самой поездке вообще Как она прошла Какие-то впечатления Естественно От этой поездки И вот Что в принципе Скажем так Удалось получить От этой поездки Ну Что касается В творческом плане У нас было Несколько человек Которые отобрала Алена Баикина Она все это Организовала Вот На самом Творческом вечере Выступало Более Десятка поэтов Из разных городов Из самого Павлова Из Нижнего Новгорода Были Вот Были из других городов Которые читали Свои произведения В основном это были стихи Вот Нас Если я не ошибаюсь Снимало как минимум Два канала То есть возможно Это показывали В новостях Нижнего Новгорода Вот Часть наших выступлений Но Тем не менее Мне вот Что в первую очередь Удалось получить Это опыт Как раз вот Так называемой Большой сцены Когда ты стоишь Перед видеокамерами Когда тебя слушают Действительно уже Состоявшиеся Поэты Писатели Которые Являются Уже заслуженными Поэтами Они состоят То есть Имеют определенные Творческие звания Например В союзе писателей Были люди И когда Вот перед такими людьми Когда они На тебя смотрят Достаточно серьезно И анализируют Твое творчество И ты начинаешь понимать Насколько важен Для тебя Вот этот вот момент И По их реакции По их взглядам Оценивают Они тебя Или нет Но тем не менее Вот после моего выступления Многие незнакомые люди Ко мне подходили Говорили Что я хоть и волновался Но вот даже сейчас Вспоминаю это У меня некоторое волнение Сейчас возникает Действительно Они оценивали То что у меня есть Какие-то способности То что нравится Вот эта вот Патриотическая тематика Говорят Продолжай в том же духе У тебя получается То есть для меня Это было вот Наиболее такой вот Высокой наградой За последние несколько месяцев Потому что Когда тебя оценивают Специалисты Когда ты Выходишь уже На большую сцену На областной уровень Конечно Это не может Не волновать Это не может Не затрагивать И когда твой дебют Проходит на ура То есть Вздыхаешь с облегчением И думаешь У меня получилось То есть все эти годы Я делал не зря Я стремился к этому И я до этого дошел И огромное Огромное спасибо Я хочу выразить Алене Байкину Вот за это То что она Объединяет людей Объединяет творческих людей И дает возможность С ним выступать В том числе и На областных мероприятиях Ну что касается Организации Организация Мне очень понравилась Как со стороны Выкс Так и со стороны Павлова То есть с Павловой Нас встретили у дверей Нас сразу Приводили в гардероб У нас до этого Было небольшое чаепитие То есть К нам был Приставлен человек Который все это организовывал Не было такого Чтобы там Вещи там потерялись Или еще что-то Нам сказали Когда мы выходим Под каким мы номером То есть за какими мы Столами сидим Потому что там По округам были выставлены Стольки И в зале В зал выходили И зачитывали стихи То есть Организация была Действительно На высоком уровне И чтобы Поэтам Зрителям Не надоедало Вот смотрите На выступления Одних только поэтов То есть Вот это чтение стихов Там Были еще и танцевальные номера То есть Выходили девушки Танцевали Танцы были Ну больше в русском Таком стиле В том числе и одежда Такая вот Национальная Да То есть мне очень понравилось И хотя мое первое Мероприятие Может быть Вы же знаете В основном первое и последнее Запоминается очень сильно Может быть И эмоции конечно Перехлестывали Но После когда я уже Дома анализировал То как я выступил Тем более что меня снимали На мою собственно Видеокамеру Вот Смотрел на зал Смотрел на Так как выступали другие И понял что Мероприятие действительно Удалось То есть это не просто Какая то там Уж извините Халтура Это не халтура Это нормальное Областное мероприятие Которое Действительно Способно называться Областным Вот Оно Еще раз напомню Проходило в городе Павлово И называется Акалитература Это был Десятый фестиваль 3080 Еще раз напомню Телефон Прямого эфира У меня сегодня в гостях Алексей Комзиков Поэт местный И Прозаик Как мы тут уже выяснили Прямо в студии Поэтому Если есть какие то вопросы Звоните Задавайте Или просто Высказывайте свое Скажем так Мнение И о сегодняшней передаче И собственно о творчестве Моего сегодняшнего гостя 3080 Еще раз напомню Телефон Ну и Говоря о встрече с поэтами Естественно Нельзя не отметить Что это не только Скажем Волнительный момент Какой-то Ценный опыт Это именно Возможность какого-то прогресса Творческого Обмена опытом Скажем так Вот если взять Наше объединение Скажем так Литературное Вот как обстоит дело здесь С обменом опытом И есть ли вот именно Люди с которыми ты вот Часто советуешься Прежде чем там Что-то написать Или например После того как написал что-то Есть ли те Кого-то можешь назвать Своим скажем так Наставником или учителем Ну Опять же повторюсь Главным моим наставником Является Алена Баикина Но Первым самым моим Наставником Который открыл во мне Вот именно эти Творческие способности Который сказал Что я должен развиваться В творческой области Это был Анатолий Сергеевич Пантелеев То есть он Стоит в союзе Писателей России Очень талантливый человек К тому же Достаточно серьезный человек Он Отнесся не просто Шуточно как вот Взять и посмеяться А он действительно Начал подсказывать Говорить нюансы Где можно как Подправить Как лучше сделать рифму Как лучше написать Там какую-то прозу Или еще что-то Например Когда я писал книгу Человек-самолет Он По много раз перечитывал Он указывал На те нюансы На те детали Которые Нужно доработать Или переделать И я ему Очень благодарен этому Потому что На самом деле Ну нельзя сказать Что я вот Все сделал Абсолютно сам Что я вот такой вот Молодец Взял И у меня Такие сверхспособности Открылись Нет На самом деле Опыт приходит с годами Нужно работать И работать И нельзя конечно Не похвалить Не сказать спасибо Своим главным наставникам Своим учителям Которые тебя этому Учат Которые тебя поддерживают Потому что моральная поддержка Особенно в написании книги Это достаточно Серьезная поддержка Которая очень требуется Любому автору Тем более в написании первой книги Поэтому Алене Байкиной И Анатолию Сергеевичу Пантелееву Я хочу сказать Огромное спасибо Это те люди Которые меня Не просто поддержали В нужный момент Но и помогли И помогают До сих пор развиваться Ну вот ты уже сказал Что увлекаешься Техникой Да Что смотришь Образовательные фильмы Различные По National Geographic По другим каналам Звезда Много каналов В принципе не суть важно Вот в плане стихов Уже было озвучено Что там И Анатолий Сергеевич помогал Сам занимаешься Каким-то самообразованием То есть там Литературные какие-то там Программы смотреть Например или книги читать Чтобы вот именно там Больше разбираться в поэзии Или больше разбираться в просьбе Чтобы как-то Совершенствовать творчество Ну да Я проведу даже Небольшую аналогию С автомобилями Вот Дело в том Что чтобы стать Хорошим поэтом И хорошим писателем Так же как и сконструировать Хороший автомобиль Нужно конечно И брать уже опыт Уже что-то созданного Поэтому Чтобы Подобрать Нужную рифму Чтобы Складывались Красивые Хорошие стихи Нужно читать и других поэтов Например Мне нравится Тот же самый Пушкин Есенин Ну и самый любимый Это Высоцкий Я люблю слушать Песни Высоцкого Я люблю читать его стихи Потому что когда читаешь Зрительная память Она накладывает Свой особый отпечаток Вот Я постоянно Участвую в дискуссиях И выкладываю свои стихи Например В группу стихи Вконтакте Это Самая крупная группа Там Больше Трехсот тысяч Участников Сейчас я уже не могу сказать Сколько Вот Также я часто захожу На сайт Проза Стихи.ру Читаю И общаюсь по интернету С другими Поэтами Писателями В том числе и уже состоявшимися писателями То есть они тоже Говорят Что нужно поправить Что можно как-то улучшить То есть я считаю Что творческие диалоги Они всегда имеют место быть И всегда нужно уметь читать Других литераторов То есть вот Я от кого-то слышал Такого понятия Как Я не читатель Я писатель Я не хочу читать У меня вот вдохновение нашло И вот поэтому Я буду писателем Нет На самом деле вдохновение Очень важно Но чтобы научиться Писать красивые стихи Хорошие стихи Нужно Уметь и анализировать И других тоже авторов Потому что Если этого не делать Просто-напросто Можно Затеряться Затеряться В своих собственных иллюзиях И когда будет тебе казаться Что все идеально Все хорошо На самом деле Это далеко не идеально Потому что в написании стиха Тоже существуют Свои нюансы Что такое ямп Что такое хорей То есть Вот это вот рифма Что такое ритм стиха То есть Ну и та же самая Грамматика Правила русского языка Все это нужно соблюдать Чтобы не было Вот это вот Сбивчивости Я конечно понимаю Что при написании Ну бывает иногда Некоторые моменты Когда это тяжело Тяжело соблюсти Вот У меня некоторые ошибочки Такие к сожалению есть Вот Я не могу сказать Что я вот уже состоявшийся там Или там идеальный поэт Нет конечно Я всего лишь Начинающий поэт Я считаю что для поэта Три года Работы над творчеством Это очень мало Нужно развиваться Нужно Себя критиковать Подходить к критике К своему же собственному творчеству Чтобы убедиться И понять Как нужно делать лучше Делать дальше Вот И начиная Проводить ту же самую аналогию Я могу сказать Что Пока Ты не поймешь К чему тебе нужно стремиться Тебе нужно смотреть И что-то другое Поэтому Когда ты сравниваешь Допустим Делаешь сам автомобиль Как я делал на выставке Садился в разные автомобили Сравнивал Что лучше Что более качественно Так же я сравниваю И стихи И поэзию творчества Чтобы двигаться В нужном направлении Потому что лучше Познается только в сравнении Ну здесь я бы хотел добавить Что для поэта Наверное Как и для писателя Важен главное Свежий взгляд Потому что свой взгляд Может замыливаться И свои ошибки Да да А взгляд со стороны Он всегда показывает Вот такие вот очевидные вещи Которые просто По невнимательности И по замыльности взгляда Ускользают И еще хотелось бы сообщить Нашим слушателям Что сайты Стихи.ру И Прозов.ру Это национальные сайты Современной поэзии Современной Прозов То есть какая-то там Реклама коммерческого сайта Которая торгует Какой-то там обувью Я не знаю Вот это национальные сайты Творчества Поэтому собственно там Представлены именно То есть настоящие И поэты Ну и серьезные и несерьезные Разные там можно собственно По возможности выбирать Ну что ж я перерусь На небольшую паузу И после этого мы подведем итоги Сегодняшней передачи Вы слушаете Рубрику Ребенка Новые стоянки Для спецтехники Появятся в городе Ярмарку фестиваль 52-го района 52-го региона Посетила Вексунская делегация Об этих и других событиях Более подробно Через 10 минут Вы ежедневно включаете радио Чтобы услышать Серебряный дождь Мы с вами На частоте 102.1 FM Модно Недорого И качественно А главное Не как у всех А как вы захотите Телефон рекламной службы 3-21-80 Мы с вами На одной волне Реклама За свои полвека Это кафе Видела разные эпохи С комсомольскими стройками И денежными реформами С триумфальными спортивными победами И развалом Великой Империи И на фоне этих событий Оно продолжало работать И соответствовать Высокому уровню Организации мероприятий Любого уровня И сложности От юбилеев До свадеб От профессиональных праздников До выпускных вечеров Вот уже 50 лет Известная всем в Иксе Дубрава Остается лидером Среди кафе Работающих исключительно По заказу Дубрава Ваше мероприятие Состоится При любых временах Звоните 3 57 48 Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Предназначена для слушателей старших 16 лет. Вы слушаете рубрику «Дои честного» «Жизнь замечательных людей». Что ж, мы продолжаем. Это финальная часть. У нас мало времени, поэтому не могу не спросить. И еще раз напомню нашим слушателям, что у меня сегодня в гостях Алексей Комзиков, наш местный поэт. И, опять же, не могу не спросить, есть ли какие-то планы на будущее в творческом плане и в плане, естественно, публикации, как без этого для автора. Ну да, конечно, творческие планы, безусловно, есть. В основном это планы развития творчества, развития своих стихов, развития прозы. То есть я говорю, что я хочу совершенствоваться, я хочу писать более красивые, более правильные, ну, я имею в виду, с литературной точки зрения стихи. То есть, чтобы и рифма нигде не была сбита, и чтобы ритм стиха был действительно очень хороший. Алексей, извини, я прерву, у нас просто есть звонок, а время очень ограничено. Давай послушаем. Да, конечно, давайте. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Добрый день. У вас есть вопрос какой-то? Да, я хотел с Алексеем поговорить. Да, да, я вас слушаю. Пожалуйста, у нас очень мало времени, поэтому, пожалуйста, постарайтесь покороче, да. Алексей, когда можно с вами встретиться, где вас найти? В типографии? Да, конечно, я работаю в типографии. Это третий этаж, третий кабинет. Пожалуйста, приходите, я буду рад. Очень хорошо. Мне понравилось ваше творчество, и еще можно кое-что предложить вам. Пожалуйста, предлагайте. Ну, и это касается природы. А, то есть о природе написать. Да. Ну, спасибо за то, что вы делаете. Это очень хорошо. Ну, да, я думаю, что вы патриот, вот. Я тоже патриот своего государства, и я вот считаю, тем более, что в планах на будущее надо больше писать патриотических стихов, развивать любовь к своей земле, к своей родине. Что я делаю сейчас, то я буду делать и дальше. А это вот как раз тему касается. И вот о наших прудах, которые нужно восстанавливать, можно сказать, вот на эту тему. Малые реки. Да, малую родину надо тоже любить, уважать и развивать. Я с удовольствием с вами встречусь и с удовольствием поговорю. Приходите. Спасибо. Спасибо за звонок. Ну что ж, у нас остается буквально пара-тройки минут. Я думаю, было бы неправильно не завершить сегодняшнюю программу каким-нибудь красивым стихотворением. Пожалуйста. Ну в общем, я всем выксенсам и гостям нашего города хочу пожелать счастья, здоровья, хорошего настроения. И продолжая тематику, хочу прочитать стих под названием «Счастье есть». Счастье есть, лишь надо в него верить. Пусть судьба сто раз нас всех проверит. Пусть идти нам сквозь огонь и воду, но мы чтить должны свою природу. Пусть сильна бывает боль утраты, даже если мы сами виноваты. Не сгибаться, стоять и все терпеть. Судьбы удар должны держать уметь. Пусть нам кажется, что это невозможно. С неудачами бороться ведь так сложно. Но только сильные. За стойкость и отвагу. Получать счастье, как достойную награду. Будьте счастливы. Вот такое Алексей Комзиково стихотворение в конце нашей передачи. Я прощаюсь. Это была передача «Жизнь замечательных людей». С вами был Дмитрий Чеснов. Услышимся на волне 102.1 FM. С вами был Дмитрий Чеснов.